МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежие новости региона расскажем прямо сейчас в студии Надежда Заборская. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый творческий сезон Котловский дворец культуры начинает в обновленном виде. За счет своих средств ВДК провели масштабную модернизацию зрительного зала. Благодаря реконструкции в помещении улучшилась акустика. И артисты, и зрители с нетерпением ждут первых представлений. Елена Кермич продолжит. 700 тысяч рублей и одна из самых глобальных проблем Котловского храма искусств полностью решена. На плохую акустику жаловались как сами работники Дворца культуры, так и приезжие артисты. В новом творческом сезоне Котловский ДК их встретит обновленным. В первую очередь модернизации подвергся зрительный зал. Теперь это настоящий амфитеатр. Максимальная высота последнего ряда – до полутора метров. Я занимаюсь в школе танцев «Примадонна», и я очень часто выступаю на сцене, и то, что сделал ДК в зале, поможет зрителям больше посмотреть в танце, и я буду больше людей видеть глазами. Это лишь первый этап работ. Общая стоимость проекта – более трех миллионов рублей. Помимо зрительных трибун он предусматривает ремонт стен, потолка, замену кресел. Но ко всему надо подходить избирательно, уверена директор культурно-досугового комплекса Анжелика Дудникова. Главное – не нарушить внутренний антураж. В перспективе мы планируем, конечно, заменить кресло на мягкие, которые также будут поглощать звук, и сделать звукопоглощающие панели. Ну и потом только посмотрим, стоит ли что-то делать с потолком, потому что потолок у нас все-таки очень раритетный, очень красивый, такая лепнина необыкновенная. Хочется вот этот антураж, вот этот дизайн непременно сохранить. Так называемый тест-драйв для обновленного котловского ДК начнется уже в эту субботу. Здесь стартует очередной 59-й творческий сезон. Он приготовил жителям Юго-Архангельской области много сюрпризов. Особой популярностью у нас в городе пользуются концерты приезжих артистов. И мы, естественно, работаем в этом направлении. К нам приедут как известные крутые спектакли, так и известные знаменитые не только на всю страну и на весь мир артисты. Поэтому Котловскому дворцу культуры будет чем удивить. В числе первых на Котловской земле выступят известный на весь мир хор Валаамского монастыря и золотой голос легендарного ансамбля песняры Леонид Порткевич. Елена Кермич, Алексей Вачек, регион 29, Котлос. Архангельская высотка стала соревновательным полигоном. Здесь прошли состязания газодымозащитников. Шутку специалисты называют их пожарным фитнесом. Специалисты службы газодымозащиты способны выполнять работу в плотном дыму. Они экипированы специальными дыхательными аппаратами. Это маска и баллоны с сожжатым воздухом за спиной. Вес амуниции 25 килограммов. С таким оборудованием нужно забраться на самые верхние этажи здания, найти и спасти условно пострадавших. Сложность работы в высотных зданиях – это распределение сил по поднятию звеном ГДЗС на 19-21 этажи. Чтобы силы остались еще на тушении и эвакуацию людей. Вот в этом сложности. Соревновались команды по 4 человека. Из-за Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа. Пожарным нужно было вскрыть стальную дверь, подняться на 19-й этаж, потушить пожар и спасти пострадавшего с 21-го этажа. С заданием лучше всего справились огнеборцы пожарно-спасательной части номер 5 из города Корабелов. Свежий выпуск «Бизнес-панорамы» – программы о деловых людях и для деловых людей. Сегодня выйдет, как обычно, в 19-20, сразу после вечерних новостей. И вот о чем расскажем. Урожай картофеля в Архангельской области в этом году удался – 161 центнер с гектара против 93 прошлогодних. Региональный минсельхоз отстаивает интересы рыбаков в Москве, чтобы ставка налога на вылов рыбы увеличилась не в 50, а в 7 раз. Виктор Иконников обещает, в течение двух-трех лет у «Онеги» откроется второе дыхание. Так в России бывает со всеми территориями, опережающего социально-экономическое развитие. Как сохранить финансовую стабильность в кризис, расскажет наш финансовый эксперт Иван Захаров. А Светлана Свереда проконсультирует, как справиться со стресс-интервью при найме на работу. Подведем итоги деловой программы Маргаритинской ярмарки. Все это в новом выпуске «Бизнес-панорамы». Смотрите в среду, 26 сентября, на телеканале «Регион-29», сразу после автографа дня. На родине святого Антония Сийского возвели новый храм. На строительство ушло всего несколько месяцев. До этого прихожане ютились в небольших комнатах, ведь все храмы в кехте были разрушены еще в советские годы. В новой церкви уже провели первые богослужения. Храм преподобного Антония Сийского в кехте возвели всего за 4 месяца. Строительство начали в мае, а уже в сентябре в церкви провели первое богослужение. Я здесь родилась, я здесь выросла. И всегда я знала, что нас охраняет, нас молится преподобный Антоний Сийский. Но то, что я буду молиться в его храме, это, конечно, об этом мы даже не мечтали. Храмы в кехте были разрушены в советские годы, и до недавнего времени службы проводили в небольшой комнате. Новый храм строили всем миром. Помогали не только жители Поморья, но и даже Москвы. Сейчас хорошо то, что здесь можно служить молитвы, совершать службы божественной литургией в полном ее совершенстве, в полном объеме. Все это как не в таких стесненных помещениях, как раньше у нас были, а вот именно настоящий натуральный храм. Тепло, светло, богодатно. Новая церковь названа в честь уроженца села Кехта преподобного Антония Сийского. Кстати, деревянный храм возведен в преддверии юбилея Сийского монастыря. В 2020 году ему исполнится 500 лет. Возвращение традиций, православного богослужения, причащение и общение со священнослужителем уже в обстановке храма. Вот в этом отношении села Кехта уже вставать не будет. Это меня, конечно, очень радует, очень волнует. На этом работа не заканчивается. Впереди благоустройство территории вокруг храма. В планах даже установка памятника святому Антонию Сийскому. Это Рималишава, Юлия Митин, Александр Угольников, регион 29. Соревнования по тихой охоте, так называют сбор грибов, организовали ветераны УФСИН. Местом для состязаний пенсионеры выбрали лес неподалеку от деревни Вороновская Холмогорского района. Среди участников представители ветеранских организаций семи учреждений. В составе команды два грибника. Победа зависела от совместного результата. На то, чтобы наполнить корзины, было дано три часа. Чтобы стать лучшими грибниками, единственный есть секрет – это надо хотеть найти гриб. Потому что он такой осенью хитрый, он прячется под листвой. Поэтому надо ходить медленно и смотреть под каждым кустиком, под каждым листиком. Иначе результат будет нулевой. Грибники не только собирали дары леса, но и создавали из них композиции. Комиссия оценивала и экипировку участников. Шансы на победу были у тех, кто не забыл с собой в лес компас и спички. Но многие признавались, главное – не соревнование. Это не только соревнования, это отдых ветеранов, общение между собой, вспоминают свою службу, друзей вспоминают. Награды вручили не только за первое место, но и за самый большой гриб. И даже за самый смешной анекдот на тему тихой охоты. Это вся информация к этому часу. А я не прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин